в rdr онлайн существует множество различных карт способностей однако большинство из них либо бесполезны либо малоэффективны также необходимо различать карты способностей полезные для pvp или pve активности почему или потому что собирая сборку карт способности для pvp мы стремимся сильно увеличить свою живучесть и наносимый урон для pve же более важно регулярно пополнять метки глаз не используя тоников а уже во вторую очередь можно увеличить живучесть помощью карты единожды обманутой которая отлично себя показывает и для pvp и для pve увеличивает наносимый урон для pve не требуется чего не скажешь про pvp где все завязано на том насколько быстро умираете вы и насколько быстро умирает ваши противники важное уточнение для некоторых pvp событий вроде золотого костюма существуют более подходящие билды в этом видео уже будут рассмотрены билды прежде всего для pvp в свободном режиме нужно понимать что даже используя хороший pvp билд всем нужно уметь играть знать его сильных и слабых сторонах и о том как противостоять игрокам других билдах всего можно выделить три общих pvp билда танкобилд билд с раскраской и билд с концентрацией огня отдельно хотелось бы выделить перк всегда с собой если вы в костюме гаса то можете надевать шляпу даже не находясь на лошади то есть это по сути бесконечный бонус к защите от хэдшотов и уменьшение наносимого по вам урона поэтому она обязательно для всех билдов кроме танка пронырливый гаденыш на данный момент очень слабая карта поскольку винтовка каркана не теряет меткости при стрельбе по человеку в гаденыши дробовики наносит ему ощутимый урон а раскраска позволяет попадать болами и обездвиживать эта карта имеет смысл если вы играете на геймпаде на пока но эта тема для отдельного разговора о применении трех актуальных билдов поговорим чуть позже сначала разберем результаты тестов на живучесть танкобилда в каждом из тестов я был под мясом и третьим тоником на здоровье вес персонажа избыточный первый тест показал что пик формы эффективнее полосы побед чтобы убить меня понадобилось 7 выстрелов вместо восьми это еще идеальное условие для полосы побед когда тоталблэк поставила концентрацию огня максимальный танкобилд выдержав 6 выстрелов синдовки каркана из полосы побед из пиком формы также мы протестировали магазин и дробовик с раскраской которая дает стопроцентную точность даже для дроби с полосой побед его мир за 5 выстрелов а с пиком формы за 4 выстрела выходит что полоса побед даже для дробовиков будет хуже пика формы по результатам тестов остается две вариативные способности которые имеют право на жизнь это пик формы и железная легкая обе эти способности также улучшает выносливость в отличие от полосы побед легкой я рекомендую использовать только в танке билде так как ему действительно нужна живучесть для всех остальных билдов лучше выбрать пик формы так как здоровье мы можем восполнять тониками а вот тоников на урон у нас нет что касается применения то пойдем от простого к сложному наиболее легко играть на танка билде на нем смогут показывать какие-то результаты даже новички этот билд требует регулярного употребления тоников как минимум вторых а желательные и третьего на здоровье и мясо на буст статуса иначе вы не раскроете потенциал живучести танка билда так что если вы жмотитесь на тонике то этот был точно не для вас наиболее универсальным является билд с раскраски в черное поскольку в нем не теряется скорость при активном метком глазе есть возможность быстро попадает зажигательными или разрывными патронами болами по танкой билдером а потом добивать их например с пистолетов или обрезов также этот билд не требует огромного количества тоников вы можете играть более сливого по сравнению с танка билдом но есть один момент если в танкой билде нет особой разницы играете его от третьего или от первого лица вы и там и там будете медленно то в раскраске нужно как можно быстрее двигаться а значит эта игра от первого лица исключение если вы стоите за стеной и вам нужно поставить метки на человека тогда вы переключаетесь на третье лицо при необходимости меняете ракурс клавиши x и ставите метки из укрытия а потом выходите и убиваете врага на десерт у нас самый сложный для игры билд который нет смысла использовать при перестрелке один на один но есть смысл поставить его при командной игре концентрация огня дает бонус 50 процентов к урону всем членам отряда вне зависимости от расстояния достаточно одной такой активированной способности эффект суммироваться не будет при игре с этим билдом обязательно переключаться на первое лицо поскольку единственная защита это стрейфится влево вправо с зажатым шифтом даже тоники особо не помогут если подставляться под выстрелы противника этот билд нельзя использовать новичкам в нем они будут умирать очень быстро иногда даже ни разу не попав по противнику также важно упомянуть что основным оружием для такого билда является винтовка каркана с длинной оптикой ведь у нас нету раскраски и надежной защиты от хатшота а значит на ближнюю дистанцию подходить нельзя надеюсь что после просмотра этого видео у вас не станется вопросов какой же билд выбрать для пвп в свободном режиме в конечном итоге самое главное это уметь пользоваться выбранным вами билдом а и Продолжение следует...